Квадратный еврейский самовар «Чайник», который свистит на три голоса. Старинный аптечный фонарь, висевший на бывшей Симбирской, а ныне Чапаевской улице, которому уже около 200 лет. Корзиночка для заболевшего ребенка, которую ставили на теплую печь, чтобы вылечить. Все эти артефакты прошлого собраны в еврейском доме этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». В нем побывал главный раввин России Берлазар. В филармонии есть разные инструменты. Здесь скрипка, здесь другой инструмент. У каждого народа своя музыка, и вместе мы создаем прекрасный ансамбль, хор, который реально хвалит Бога и дает нам самое возможное высокое благословение, которое есть на свете. Когда наш общий отец видит, что все дети дружат, он радуется, тогда посылает нам все, что нам нужно. Я здесь сегодня первый раз, я имел огромное удовольствие. Я думаю, что это уникальный проект. Вот это объединение, соединение, разные национальности, разные виды дома, разные архитектуры. Это просто очень приятно посмотреть, сколько, когда мы все вместе, когда мы все уникальны и разные, сколько мы дополняем и создаем, какая красота, когда мы все вместе. Еврейский дом переносит посетителей в 19 век. Прототипом послужило жилище зажиточных евреев в городе Энгельсе. Внутри воссоздали жилье единственного в Самаре часовщика обуса. Мебель и предметы того времени самарские евреи собирали два с половиной года. Можно увидеть старинный буфет, собранный без гвоздей, саквояж часовщика, тору самарского раввина и скрипку 19 века. Конечно, корни еврейские находятся очень далеко в веках и далеко по географии. Но мы говорили именно о Волге, о Средней Волге, и нам, мне кажется, удалось показать и собрать то, что рассказывает о жизни этих людей, которые неволею судьбы или волею судьбы попали на Среднюю Волгу. Самое удивительное, что у нас есть, на мой взгляд, это переносная плита, которая можно было готовить и дома, и которую люди брали с собой куда-нибудь на пикник. Уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий раскрывает культуру народов, проживающих в Самарском регионе. Все дома построены по принципу равенства и имеют примерно одинаковую площадь. Это наш общий дом, действительно, для национально-культурных объединений, потому что воочию здесь 20 национальных домов. Каждый дом, когда строили, каждый дом, это по национальным обичиям. Если мусульмане – мулла, если остине какие-то под этим ставили, как наши предки, чтобы было счастье. Точные копии жилищ воссоздавали при помощи архитекторов и ученых. Музей под открытым небом продолжает пополняться уникальными артефактами и будет ждать всех желающих жителей и гостей города после 16 октября. До этого времени комплекс будут готовить к зиме. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.